приветствую меня зовут артем я доничанин из киева как вас зовут откуда вы меня стал зовут и из австрии из австрии я понял ну учитывая что вы аслан вы наверно ногчи у меня есть друзья просто ногчи поэтому и как раз в германии живут чечен чеченцы там и все остальное не но я знаю что вы ночь у вас вашу с вашего переводится это как свой человек да насколько я знаю это война а войнахи у я прошу прощения да помнишь и чеченцы войнахи а вы а вы ночь они получается вы ингуши и чеченцы в войнахи во все на вспомнил спасибо за подсказку так что молодцы украинцы короче так биржам давить этих обновки эти твари короче они не люди конечно хотя этот мир сегодня опоздал к сожалению да мы не прореагировали когда ищкерия боролась за свою свободу но к сожалению продажные украинский народ не виноват в этом продажные сидели у власти там всякие да у нас кому я в основном коммуняки тогда сидели так что это же тоже тоже как говорится как бы это сказать шобла что и в россии было практически сейчас какой нас закончится украине надо вам бороться с коррупцией это 2 это да это у нас у нас это страшно с этим проблема коммунистическая вот это российская вот эта нечесть которая прошла бы словакия чеки борются сегодня с этим тоже успешно у словаков словаке или словенцы я не помню кажется у словенцев у них самый низкий уровень коррупции в европе у словенцев а они спрашивают это вы думаете наши не хотят воровать хотят у нас сделано так что невозможно но вчера позавчера я здесь видео чате одного русака встретил он говорит это типа украинская если надо я буду украинцами он не говорит что ты рыжий короче я чеченец короче он такой а ты откуда я короче герой не сказал что в германии он такой типа поддерживающая доживую сволочи тварика выговорился потом начал а ты сбежал короче это прожили покидал незаметно вот русский человек в виде чате сидит когда ты ему говоришь правду в лицо он то ли сбегает то ли тебя перебивает да поток 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 говна льет чтобы не слышать тебя вот вот такая сущность убыдлый короче вот такая сущность как говорил джахар не культуры не до принципов ничего мне кстати один здесь вот я общался с одним россиянином но он у него академическое образование такой умный мужик очень редко это бывает и вот он сказал ментальность россиян такова что если у него горит сарай плохо не то что у него горит сарай а уж то что у соседа не горит вот вот и вот и есть это его это так затронуло короче я ему хотел сказать да они знают что ты-то сбежал короче ну из дома короче у нас оружие закончилась было бы у нас оружие еще бы у вас добили а зачем оставаться умирать если ты знаешь что ты сейчас не сможешь ничего сделать лучше под отойти грубо говоря куда-то в другое место остаться живым чтобы потом продолжить борьбу он не заявляет что типа часы типа чечня просветает цена какая красивая один грозный только да все все остальное платит дань все там дороги построены не ради людей на кадыров обдирает обдирает народ и я общался с людьми не говорят там же платье платит все все платят ему дань но это же вообще уже трэш не будешь платить короче на один день по бизнесу пройдет мне 20 20 лет не был думали люди как-то запуганы они же как они с нами боролись они да они семьи захватывали они да там если сестра замужем его сестра замужем его стороны мы так мучили людей женщин но не забываем что ваш вашем языке есть такое слово сабр терпение ожидания вы ждете ну мне это объясню это и мне нравится как говорите сейчас вот как украина победит знаешь вот эти дома что у них крыша горит да они сейчас любым способом пытаются ухватиться за такую власть чтобы ее удержать знаю что кадыр уже еще сколько лет тому назад он есть его съемки которого говорит но он говорит на ченском типа которые свои вот эти путинские лизуны есть которые все которые у нас есть и он говорит если вы тут вы должны зубами короче сцепиться в эту власть если вы расслабитесь короче завтра утром придут к вам нет и моего деда там убил ты ты моего дядю там убил да вам короче сладко не покажется короче так и есть на самом деле ну вот я скажу так мы победим и я вспоминаю слова как раз джохара дудаева что ичкерия снова будет свободна когда взойдет украинское солнце и это так и будем это это солнце мы ждем хотя грузины не знаю почему столько было вооружение всякие западные страны украина польша по мне германию культе помогали это стингеры с воздухом если бы у нас было такое но мы же мы же передали как раз буки и у них птички начали падать грузины или что-то заднюю далека попросили свою вот эти позиции сейчас не знаю сейчас пророссийская какая-то власть да но слава богу большая часть грузина все-таки понимает и вот грузинский же легион у нас тоже есть и они воюют довольно таки давно уже наряду с вашими батальонами их вроде то ли три то ли пять ваших батальонов насколько я помню это джохара дудаева шейха мансура еще какие-то я вот не помню вот 33 по моему батальонами жюри то ли три то ли пять вот не помню я сейчас недавно недавно убежал чечню вроде бы сейчас сейчас ассоциируется между ногчиками он ассоциируется как как этот как посмещище короче можно сказать руку то-то вот так делает назад руку делает там клинется чертон там короче клоун мне с ним уже отец от него отказался короче он там бельгии вроде родственники где-то они отказались ну это пары это позор это такого он же он же как шакал он был себе позволит меня кучи заявляю народу сейчас ну что я отрекся что такие поход вот так он поступил а учитывая что насколько у вас сильные родственные связи у вашего народа но это просто это разорвать просто сказать в лесу ты я тебе больше не братом настолько должно быть произойти такое что даже я просто здесь на работе поэтому все нормально я пойму я понимаю мне тут смешно было когда тут попадаются эти вот эти ахмат ахмат чай они же там ахмат сила я говорю не 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 пацаны я такой чай не люблю я липтон люблю их начинает разрывать них я тебя найду зарежу я слушай ты мне уже 150 какой-то там который мне обещает что найдет зарежет я много раз думал почему именно это не настолько очень ахмадов цепились в эту футболскую власть раздумывая короче оказывается деньги идут остальное всем наплевать короче вот продажной шкуры ну я вам скажу с одной стороны как как бы это не тяжело звучало вот как я говорю сейчас вам это хорошо что так произошло вы очистились от этого шоколья вы она вскрылась понятно что вы к сожалению потеряли огромное количество населения когда там тысяч сколько тысяч триста у вас тогда геноцид против вас был значит я же говорю что всего лишь 30 процентов чисто чисто кровно чем-то типа не знаю сейчас подтверждается хотя если геологически важно по духу кто-то у вас у вас есть внутрь у вашего народа в некоторых родах есть украинские корни потому что свое время вы принимали наших детей которых это когда наших высылали и наши отдавали вашим детям детей чтобы хоть дети не попали в сибирь я знаю точно потому что в срочном порядке тогда этих детей учили чеченскому чтобы нквдшники когда приходили думали что это чеченские дети с нашего села есть одна украинская семья семья если не сказать что они украинцы они обидятся они скажут что они с чеченцами они не чеченцами ночью до ночи короче они но когда этот пожилой мужик он уже умер короче как его была жизнь короче высыл когда был украинцев чеченцев этот был маленький мальчик из чеченской семьи украины и не было ни родителей выросли как своего чеченца до смерти своей он поехал в хадж в саудовской радио чтобы ну я знаю я не мусульманин но кое-что ваше знаю на паломничестве короче его внуки они все похожи и по светлые такие светлые славянского происхождения потом что идет биологически три портами меняется берет при отца короче у меня автоматом становимся вот этим же народом когда когда круг постепенно да постепенно становится скажем так лица самую у нас такой самый покрытие такой сосед аварцы есть такой народ и знают да и аварцы постоянно не знаю они нас недолюбливают чеченцев короче не знаю почему то что я постоянно короче колеса в палки ставят когда вторая первая чеченская компания была подавали хлеб там не знаю водки вина блин все короче такое тоже нехороший сосед это аварцы весь народ наверное нельзя сказать но но я скажу я сейчас со спокойной душой душой говорю что для меня все россияне плохие я не не важно как кто он будет и самое интересное что да я понимаю что там есть люди и которые вот я же говорю я сам общался с некоторыми людьми которые понимают которые знают что но к сожалению ничего сейчас не можем сделать но они понимают что все равно их у них ответственность есть поэтому мне некогда делить вот единственное кого я могу отделять это вот большая часть вашего народа но почему потому что я знаю что вы боролись против россиян к сожалению вы проиграли потому что вас просто массой задавили все таки россия громадная у вас чуть больше миллиона населения было у россиян кстати большая ошибка что они напали на украину они поверили что украинцы а что они десять лет воевали даже больше поэтому настолько спектакльно устроение что а тут они против 40 противо 40 миллионного народа пошли при том что нас 40 миллионов в украине ну понятно сейчас женщинам дети много выехал но у нас еще порядка 40 миллионов за границей было которые выезжали еще там при первой мировой второй мировой войне и они что же решили они что же все помогают у нас очень активно помогают поэтому когда это будет тому назад короче на почте мы работали приехали короче мы пришли на эту работу один был с одессы 2 было с киева молодые ребята один вообще молодой 18 другие тридцать пять тридцать два и один который с одессы он постоянно когда мы общались я же украинский все понятия не могу 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 разуме что он причем я такой на украинском разговаривать но я его подкалываю специально он такой а дети трое они все смотрят короче да брось ты эти вещи ну понял что я шучу короче к сожалению да наш народ русифицировали очень много и поэтому ну но сейчас обратно идет сейчас уже слава богу брать обратно идет